Мы в Ясной Поляне, это Тульская область. Здесь жил и родился Лев Николаевич Толстой, всемирно известный писатель. И сегодня мы посмотрим, что здесь есть хорошего. Погнали! Дом Льва Николаевича Толстого. Лев Толстой написал роман «Война и мир», все его знают, по нему снимали много фильмов. Такое еще интересное впередистроение называется «Белая кухня». Ну а, собственно, дом, в котором родился Толстой, от него осталось ничего, только фундамент. Он не дожил до наших времен. А это интересное строение, называется «Флигель Кузьминских». Что это такое, лучше погуглите в интернете. Народу здесь, ребята, просто толпы. Обычный входной билет стоит 100 рублей, если вы не заходите внутрь зданий. Вход в каждое здание оплачивается отдельно. Также можете оплатить экскурсию. Это еще где-то рублей 450-500 с человека. И тогда вас экскурсовод поводит и все более подробно, чем я, в частности, расскажет. А это, ребята, нечто под названием «Житня». В этой самой «Житня» можете купить булочки, водичку, книги, сувениры. Здесь все есть. Повсюду стоят вот такие указатели, так что, в принципе, не заблудитесь. А вот здание позади меня, ребята, называлось «Гумно». Но это не то, что вы подумали. Там хранится сено. А вообще, ребята, Лев Николаевич Толстой – это самый известный житель Тульской области. Его книги и романы были в количестве 436 миллионов изданных в Советском Союзе. Могила Льва Толстого. То место, где мы сейчас идем, называется «Лес. Старый заказ». Здесь Лев Николаевич Толстой бродил и вдохновлялся, придумывал свои всемирно известные произведения. Сейчас вдохновляемся здесь и мы. А пока мы вдохновляемся, нас кусают комары писатель Лев Николаевич Толстой. Писателем стал не сразу. Ему довелось поучаствовать в Крымской войне. То есть он служил на Кавказе. Он реально крутой мужик. И, возможно, еще не все знают тот факт, что у Толстого и Пушкина был общий предок – Иван Головин. Это русский адмирал. При Петре Первом он помогал создавать наш русский флот. Здесь, на самом деле, очень много людей, очень много экскурсий. Приезжают из Франции, из Китая, откуда только не приезжают. То есть как будто не в России, не в Туле, а где-то в каком-то таком месте за границей ты находишься. Ну, Ясная Поляна – усадьба всемирно известная. Сюда стараются приехать люди из разных государств. И, в принципе, не зря место хорошее, интересное. Видимо, впечатляет и воодушевляет приезжающих сюда. Ну, и, как говорится, за 100 рублей можно и заглянуть, не разоритесь. В усадьбе Ясная Поляна несколько садов. Сейчас мы находимся в Старом саду. Есть вот такой замечательный садовый домик. Яблоки на деревьях, правда, они еще не поспели. Кислятина. А вот это интересное здание называется Кучерская. Позади меня, ребята, конюшни и каретный сарай. А за конюшнями находился раньше выгул для лошадей. Лошади там есть. А здесь, уважаемые, наверное, самое красивое место в этой усадьбе, то, что находится позади меня, это усадьба Волконского. В этом здании проходят различные выставки. Но еще раз напомню, чтобы посетить, нужно дополнительно заплатить. 100 рублями не отделайтесь. Интересный факт. Лев Николаевич Толстой объехал Западную Европу, вернулся в Россию. И он очень был разочарован европейским образом жизни, европейскими ценностями. И человек стал фанатом русского народа. Всегда выступал за простых людей, старался им помогать. Был настоящим патриотом. У каждого леса и рощи в Ясной Поляне есть название. Мы пришли к месту под названием Английский парк. Чтобы зайти и посмотреть растения, надо заплатить 50 рублей. Мне не жалко 50 рублей, но я просто не фанат растений, поэтому, ребята, покажу вам так отсюда. Ну, как бы ничего особо впечатляющего здесь нет. Ну и вообще, ребята, конечно, немножко раздражает, что здесь за каждое место нужно заплатить. Нельзя просто зайти и все пройти и посмотреть. За вход в каждый дом, в каждый сарай надо заплатить. Это огорчает. А это красивое место с огромными древними высоченными деревьями называется Парк Клины. Также здесь имеется родник и колодец. Мы туда не пойдем. Здесь можно неплохо погулять, побродить, подышать свежим воздухом. Приезжайте в Ясную Поляну. Я думаю, вам обязательно здесь понравится. Хотя бы для общего развития. Здесь нужно побывать. Чтобы практически полностью процентов на 90 обойти Ясную Поляну, не считая лесов, которые находятся вокруг нее, нам вместе с пикником потребовалось часа два. Да, у нас недавно был пикничок на полянке. Солнечный. Взяли с собой тормозок, бутерброды. Было классно. Еще, ребята, здесь практически повсюду тень и поджирают комары. В Ясной Поляне есть каскад прудов. Их несколько. Можно посидеть на берегу. Один из них средний пруд с купальней. Но купаться здесь нельзя. И перед нами, ребята, большой пруд, в котором тоже купаться, к сожалению, нельзя. В нем растут классные, красивейшие кувшиночки. Смотрите. Вот. Место меня не сильно впечатлило по красоте, но если вы фанат Толстого, то даже из Франции вам сюда приехать надо. А мы, уважаемые, чтобы приехать в Ясную Поляну, преодолели на велосипедах целых 23 километра, чтобы посмотреть это интересное место. Музыка Ну вот и завершается наша сегодняшняя экскурсия в Ясную Поляну. Место, где жил, родился и создал мировые шедевры Лев Николаевич Толстой. Надеюсь, ролик вам понравился. Не забывайте подписаться на мой канал. Конечно же, ставьте лайк. И до скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова